На начало 2019 года на учете в Одинцовской налоговой инспекции стояло без малого 15 тысяч фирм, 17,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и 650 тысяч физических лиц. Поступления в бюджеты всех уровней превысили показатели 2017 года. Сумма доходов консолидированного бюджета Российской Федерации, собранных инспекцией, превысила 65 миллиардов рублей, увеличившись на 33%. Поступления налоговых платежей в федеральный бюджет составили 21 миллиард рублей. Или 7% от общей суммы поступлений в целом по Московской области. С ростом к уровню прошлого года на 51%, то есть в половину. В консолидированный бюджет Московской области с администрируемой территорией мобилизовано 44,2 миллиарда рублей. С ростом к уровню прошлого года на 9 миллиардов или 26%. Среди других важных направлений работы в 2018 году можно отметить успешную контрольную деятельность. При этом контроль не является чрезмерным и не мешает ведению честного бизнеса. Также в фокусе внимания налоговых органов урегулирование задолженностей в бюджет и переход предпринимателей на новую кассовую технику. По состоянию на 1 января 2019 года парк контрольной кассовой техники в инспекции чуть больше 11 тысяч. Если быть точным, 11 тысяч 222 единицы. Если сравнить этот парк с дореформенным, то практически где-то в два раза он увеличился. По последнему третьему этапу, который у нас заканчивается до 1 июля 2019 года, мы ожидаем еще порядка тысячи налогоплательщиков, которые зарегистрируют кассовые аппараты в установленном законодательством порядке. Инга Гришанова отметила, что на 2019 год перед Одинцовской налоговой инспекцией поставлены непростые задачи. Основная из них – обеспечение доходной части всех уровней бюджетной системы и внебюджетных фондов.